так запускать привет привет всем еще раз произошла ошибка и я неверную информацию сказал я что-то совсем запутался вот не 19 018 00 начало старой line лиги вот но начнем с матча за третье место а а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все отлично, все будут здесь DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Ну что, ребят, начинаем понемножку Почему я думал, что в 19.00 начало, а не в 18.00, сам не могу понять, если честно, ребят Но стрэнч задерживается, часть людей успеет собраться из-за этого, я так полагаю Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, ждем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Короче, ребят, ждем обсуждение идет DimaTorzok 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 Все нормально, завтра с холодильником Субтитры сделал DimaTorzok ДюймаТор Дайпет Продолжение следует... 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 Здорово, Илюху, ещё раз. Блин, забыл я отписать-то. Про то, чтобы ставки пильнули. Как-то я прогорел. Я не буду готовить. Рисуем. Всё, ребят, поехали Бу-5, прошу прощения, больше не отвлекаюсь Вставлю продакшн, здесь у нас через Зилок, адепт, опенинг Пилончиком блочил Димаги вторую Димага заказал третью Димага заказал интересное вот это здание Под названием Роуч Ворон Адепт не спускается, Стрэндж ставит Старгейт, он не ставит Твайлайт Как он любит играть по вердосовскому Точнее не вердосовскому, это Стрэнджи Билд и есть Вердос сам об этом говорил С Твайлайтом с одной базой Со скоростью атаки Адептом Так что всё Так что это билд на самом деле Стрэнджи Ну что, интересен тут момент Что Стрэндж ставит Старгейт, плюс 3 гейтатси Так, это Оракул 4 гейтпуш Так, это Оракул 5 гейтпуш Полетел оракул вперёд от Стрэнджа. Минус королева, минус дроны. У демаги спорка ставится, но тайминг спорки так себе. Четыре дрона в итоге погибает. 14-24 парабам, здесь врыв идёт полноценный такой. Оверчаж запилен, оракул помогает. Есть здесь реводжеры у демаги, но боюсь, что ему здесь уже не получится продавить. Чё бы Стрэндж бы грелочку добавил, было бы замечательно, но он не добавляет грелочек никаких. Он просто-напросто доварп. Он с четырёх гейтов здесь всё прогоняет, и ситуация для него просто замечательная становится. Я даже думаю, что не надо особо здесь Стрэнджу играть, в общем-то. Выходить в Ницус, там я думаю, ему нужно зажимать уже здесь, демагу будет. Ну, демага сам залазит наверх, и это ггшечка. Ну что, заходим в Глэби-магику. Демага сам залазит наверх. Ну, давайте посмотрим. Ну что, вторая игра начинается, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Так 1-0 Стрэндж, поехали! Сумеречные башни, вторая карта Матч за третий, впереди нас еще финал ждет, между прочим Финал Спеллсингер против Против Минато будет Через гейт, прошу прощения, какой через гейт Через Нексус 1 на этой карте Стрэндж начинает Нексус 17.2 гейта Здесь на патруле рабочий поставлен через шифт Ходит он По маршруту И вторую хатку Димага начинает раскачивать Газ вовсюду добывается Скоро будет мух, видимо, заказан Продолжение следует... Ну что? Муфу Димаги Через муф овера, между прочим, он играет Третья хат пошла Но это муф не для передропов никаких Макарулис Мы будем надеяться, что приятно и будет оставаться Смотреть его Так, прибегает линга Время Димага Пилон Стрэндж отменяет Пилон Димаг не смог убить и Нексус Не сможет убить, тем более Нексус стоит Все в порядке здесь Спасибо всем, ребят Два Старгита от Стрэндж на мэне Нексус ставится Два новых пилона ставится Димага Лингов своих забыл В итоге сливает большую часть А всего три убегает Но зато третья хата у него готова И рабочих больше, чем у Стрэнджа И Лэйр почти готов Спорок пока нет Нужно скоро будет заказывать Ну что, 22 линга Димага строится Строит он их не для того, чтобы атаковать К нему шесть адептов Просто двигаются сейчас И шесть адептов Это очень сильный такой врыв Десять дрончиков еще заказано Спалил Димага, что Феникса у Стрэнджа есть Уже пошла гидра Рэнджовая атака Рэндж в гидре Одновременно с мувом Он делается, в общем-то, этот рэндж В смысле, одновременно Это один грейд В Лотве, в отличие от Того же Ходса, где мув Это отдельный грейд гидре у Стрэнджа Два Роба То есть он собирается строить и Морфул Двух Роба Ну, может быть Не может быть А и дестабилизаторов Тоже в перспективе Мы посмотрим сейчас Когда он и что начнет строить Здесь у Версир минус будет Ну, вернутся средства за этого Уверсира, естественно Ну, что тут видит Видит Стрэндж гидру Прекрасно улетает Какой АПМ, кстати, у димаги У димаги 246 Нормальный АПМ Метаморфосис complete Так, два иммортала строятся Четыре гейта здесь Дозаказано у нас И димага, кажется, идет пуш Не кажется, а он и идет пуш Тоже у него есть 25 гидралисков 9 лингов Юнитов, но очень много У Стрэнджа Чарльз не готов Филдов недостаточно Хотя они и есть филды Но Гвардиан шилда не будет Если остальными центрями Тоже филды ставить сейчас Так, гидралиские димаги Как-то кривовато сейчас стоят Дотекают еще линги Нужно подождать этих лингов Чтоб вперед они затанковали Лимиты уже очень близки становятся Стрэндж там и морталов добавили Хорошая оборона у Стрэндж Ждите, потонки, пилоны Отжимают Тут несколько гидралов Стрэндж еще Димага продолжает Наверх идти сейчас Уверчажи кончаются Фатонка врублена Билонов Достаточно Гидра продолжает давить Но кажется все-таки Недостаточно здесь димаги Потому что еще есть зелки Еще есть фениксы и морталы И димага вынужден отступить И заказать сейчас Люркерден Четвертая хата есть Ой, 16 гидралов Все заказано Может быть лучше было бы Сразу Люру димаги подождать И потом только идти в прессинг Вот как-то об этом он не подумал Есть у Стрэнджа А все же Поэтому теперь Люрой тяжело будет наламываться Копается димага здесь Люрой Стрэндж выдвигает 148-158 по лимиту Прыгает зелки вперед Спалил Стрэндж Люру И димаг собирается ломиться Кстати, играет сейчас прям к рампе Да-да, так и есть Агрит димага Немножечко нужно перекапывать По чуть-чуть люркеров Так, пошли Люра вперед Один люркер погиб На перекупке сейчас Так, пытается Стрэндж отбиться Димаг пытается продавить Честно, мама, походу, пришла Нужно дверь открыть мне И Стрэндж отбивается, кажись Но димаги больше лимита сейчас Секунду Так, все Прошу прощения За то, что на секунду Прешу отойти, кстати Несмотря на то, что димаги не продавил Имита все же у него больше Рабочих, правда, меньше Экономика так себе Есть Коготь, есть Рейнджа выиграет У Стрэнджа вторая атака почти готова Димага отступил Заказывает люры еще Были плинги более грейжные Вообще можно было бы биться, наверное Пятая Хак здесь у него Скрип, кстати говоря Прямо под Стрэнджем уже И димага, кстати, не отступается Он собирается и дальше прессовать Насколько я вижу Стрэнджа Ну, вторая атака уже может начать решать Криптумор уже по четвертых А, посмотрите, здесь еще один Криптумор Заказывает Стрэндж четвертую Димаг приходит Стрэндж видит Димагу Отменяет хату Криптумор нужно дальше посылать Мейнатыч тоже здесь ждет своего матча против Спеллсингера Люра копается Димага тут блокаду устраивает оппоненту Кстати, можно в стиле первого Старкрафт сейчас блокаду устроить Какую-то Просто сюда плеток спорок еще набомбить Клинги возвращаются А кто будет дарков здесь обнаруживать? Оверсира нету димаги Спорка сейчас упадет 12 дронов уже потерял И приятного в этом мало Но здесь зато блокаду оппонента своего Дарк здесь наглеет Дарк минус Второй дарк Где? На рампе Стрэндж на халде стоит Посмотрите Оп, замахивается И даже звук есть такой Оп А Гидролис-ка-то черканул маленько Так, Стрэндж вообще дарка не забрал Вот Димага спалил, кажется, от каждого дарка Да, спалил, убил На проходе стоял Но это совсем Это совсем какое-то гоп-поведение Все ходят, люди как люди А он тут ножом махается своим Так, ну что Люркеров 8 штук Девятый Копается у нас Так, ну что Зелки приходят Прыгают вперед Смотрите, что Димага-то сотворил Казалось бы, уже все Он бессмысленно давит И отдается в этой игре А тут полная блокада Процесса И я даже не знаю, что Стрэнджу делать То есть это В стиле первого Старкрафта именно То есть Выйти-то можно попробовать И даже продавить Но если ты продавишь С недостаточным запасом Армия много погибнет Тогда Пиши пропало А здесь Люра такая Что ее Вот такое количество Так расплеченную Продавить Без Запаса Точнее с запасом Я думаю, что навряд ли Я уверен, что навряд ли получится Даже несмотря на штормы Такое количество Имморталов Не слабое В 8 штук В данный момент Почему-то Стрэндж дестабилизаторов Не строят Мне кажется, это странно Либо пару Темпестов Здесь могли бы Отогнать Это все Если это все Выгнать И заставить Кучу Вкопаться В одну Всю Люру Тогда можно развалить Конечно Но так навряд ли получится Сейчас вот Такой сплэш Будет заходить Стрэндж Будет спускаться Вот это Конечно, широкая Достаточно рампа Но учитывая Рейндж Люры Тут сразу Штук 7 Люркеров Будет Выдавать Коля Выстрелы По разным направлениям Спускается Стрэндж Дармэна Люру Пошли Лингов Димага Сразу не подводят Заводят Чуть позже Стрэндж идет вперед Архоны Двигаются Вперед Сверху Спускается Гидра Люра Еще копается Очень много Здесь Имморталов Но Люры Тоже немало Но третья Атака Стрэндж Очень сильно Здесь решала Но Все-таки Ему не удается Продавить Смотрите Смотрите У димаги Хайф И димага Сдержал Здесь Этот выход Стрэнджа А проблема Стрэнджа Самая главная Еще Помимо того Что его тяжело Без потерь Было Подавить У него Три базы Все Экономика Кончилась ГГ Димага 1-1 Щей Смотрите У нас Высмот Смотрите Смотрите У нас Кулем ANG Экономика Вдох Затем Пугай Ни 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ребятки, добывается газ С мейна начинает Стрэндж Димагу тоже заставляет начать с мейна Потому что этот пилон выучит все в итоге Заказан Зилок Димаги первых два линга готовы И на второй байз тоже пилончик есть Оп, Димага проверяет Видит, что придется ждать Придется грызть пилона Пошла аннексия, здесь пробочка приходит Стрэндж отдает пробочку Ну что, еще пилон хотел пилон? Ну смысла не было Четыре линга быстро бы отменили бы Грызут линги пилон Второй пилон тоже сгрызз Димага Ну, два пилона, конечно, на такой ранней стадии Просто сам не очень хороший расклад терять Адептик выходит Адептик спускается вниз А сейчас выйдет Сталкер Успеет сбить Успеет, да, Стрэндж Увера сбить Одного, второй Отлетел немножко подальше Такой не хочет подставляться Это неплохая такая группка лингов От димаги Третью он хату не спешит пока ставить Но вторую начал добывать Сейчас же дистанс майнингом Один раз принес минералы Криптумур с мейна поставил Ко второй базе ведет Ну, я думаю, верное решение Почему-то, потому что крипом соединится все И здесь еще вижен лишний будет В районе рампы И тут быстро этот криптумур сюда Потом здесь криптумур сюда распространится Сюда вниз И попер его туда К пропсу В этот узкий проход Так, а тут интересные обстоятельства Такие со стороны Стрэнджа Он собирается выйти вне ЦУСа Но у него уже 4 гейта строятся Это, мне кажется, может быть проблемой для димаги Потому что с 4 гейта С скоростью атаки адептами Адептам это будет много реально адептов Понимают ли димаги, что происходит Я не знаю Судя по всему, нет Почему? У него рауч урон не делается Конечно, адептов можно принять и линга королевами Но 2-2 базы с протасом Как-то... Ну, хотя здесь нет, еще нету Ток-ток, он запилен сейчас Ну что, бур продолжает Будет быть рабочих Стрэндж Криптумар тут отменяет Погодите, а как он? А, они ставят столько еще Смотрю, думаю, не помню, как он криптумар это бьет Они же еще не вкопались Нифига Заходит на мейн Стрэндж Начинает биться с лингами Королеву одну убил Линги окружают адепт Адепт пытается уйти Уходит кудака Второй базе к рабочим Рабочий тоже под ударом Два минус сейчас дрона Но больше не получится Убить, иди мага окружил Адепт грыз самого демажного Сейчас два других уходят Возможно, даже телепортнется Да, телепортнулись Кстати, адепты, обратите внимание Еще двух дронов как минимум Стрэндж убивает Трех можно было плингов Убить, может, даже больше бы дронов Хотя, не, наверное, так и так бы убил бы Столько же дронов Потому что королевы рядом были Двадцать четыре, тридцать два Парабам Королева выходит А здесь новые адепты Пришли А дронов А Роучи как не было Так и не В чем провал Так, заходит Наверное Телепортируется Под королев Лингов не заметил В наглую Прям телепортируется А надо ли это было делать Думаю, что нет Так, Роучи начинает выходить Помаленьку Нужно лингами наверх зайти Зайдет Нет, не будет Заходить Адепты тут с королевами В итоге бой принимают Королева минус раз Минус два Третью Потеряет Стрэндж Интересно или нет Третью пока не теряет Вообще не может Димага отбить Стрэндж разводит Нафиг на халяву На мейн туда Врывается адептами Ни хрена не сделать Надо на две части Поделить армию Сейчас срочно Димаги Причем это должно быть Группа Роучи И в одной части И в другой Должна быть Так, линги Вырываются На адепт Телепорт Пошел Роучи заходят Нужно принимать Принимает Димага Кроме одного Все умрут Походу дела Да Только один Ушел к четвертой базе Не знаю Заметил Димага куда он уходит Судя по всему Нет А в это время Группа Ищет еще Из четырех адептов От Стрэнджа Подходит И у него Здесь поставлено На самом деле На карту Многое Вот этим На этот Врыв Именно Потому что У него Экономика Слабее Чем Протсовская Чем Зерговская Была Долгое Время Вот только Сейчас Сравнялись Но теперь У димаги Боевого Лимита Зато Много И Реводжер Реводжер Роучи Пуш Может Пройти Очень Неплохо Реводжер 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 Так, сталкеров до варф идёт, ещё раз. Три дарка к демаге приходят. Проблема на третьей хате, у демаги у версира нет. Минус третья база в итоге. Как пить дать? Да, хата падает в итоге. Ну, демага всех дронов, хотя бы спас, и то хорошо. Стрэндж убил сейчас и уходит. Очень неплохой вырыв сейчас был. Камни контролят мазеркором. Здесь что-то принимает, сбивает. То ли это... Так, то ли овер это был, то ли хз. Что? 99.79 по лимиту. У боевому зерга чуть больше. Ну, всё получше. И рабочих больше у демаги, и боевого больше лимита. Ага. Стрэндж убил. Стрэндж убил. Так, хата четвертая ставится. 29, 120, смотрите, вот то, что Стрэндж Тухату убил, конечно, демаги, да, демаги нанесло экономики, но рабочих погибло ноль в том врыве, и в итоге у демаги просто восстановлена здесь добыча, все более-менее нормально. Здесь Стрэндж Криптумора уничтожил, дестабилизаторы уже есть, мейнкрэйш кончился почти, ну, третий Нексус уже запилил. И у демаги также вторая атака, как у Стрэнджа. Ну что, минус иллюзия. Полетели дробчики, а вот это уже интересно, демаги дробов полетели. Здесь 4 роуча на мейн, несколько роучей на вторую базу, 8 штук, если быть точным. Везде ударки здесь у Стрэнджа наварпились. Но 102 лимита на 160, эти роучи 13 дронов сейчас подрезают, это уже серьезный демэдж, я вам скажу. И на третью дробь пошел, в это время демага идет в лоб, Стрэндж стрелять пытается дестабилизаторами. Да, убивает часть юнитов, но у демаги много реально здесь остается. Посмотрите, часть роуч пытается пробежать сейчас на мейн. Так, демага заметил дестабилизатора, пытается покуснуть. Покуснул новенького, у него выстрел как раз был. В это время отменил в итоге демага третью хату, отходит основной группой. Здесь харас продолжается на второй базе. Откуда? На демага тут, смотрю, прямо как в старые добрые времена. Туда-сюда, харасик со всеми вытекающими, что называется. И сюда врыв неплохой был. Демага интересно отыгрывает, смотрю. Спайр пошел. Ну, вот здесь какой-то провал со стороны демаги был. Стрэндж приходит, два выстрела дестабилизатора и выстрелы очень хорошие. Но здесь люркер один выживает, но ненадолго, правда. По лимиту 60 Стрэнджа, 103 демаги, но много слишком рабочих чего-то у демаги осталось, а боевого лимита поменьше. Здесь люркер один неплохо помогает обороне. Вторую атаку демага сделал. Прирост хороший. Гидры много, заказ наруч. И линга бы тоже не помешала. Стрэндж третий никс еле-еле восстановил. У демаги четвертая добывается. Есть ведь дропы, можно люру дропать на самом деле. Два люра, как старые добрые времена в первом Старкрафте. И минус минеральная линия рабочих за пару залпов. Почему бы и нет. Ну что, четыре рабочих в газе здесь. Два в этом. Немножечко демагами скликнул, не так заказал. Здесь вот баску бы нужно заказать. Демаг вообще-то все оставил, здесь поставил, здесь стоят. А это-то кто будет занимать, не понимаю. Спасибо. Так, врыв. Дестабилизаторы стреляют. Минус люркер. Стрэндж пытается прессовать. Демага пока жив. Демага здесь еще, посмотрите, свитч в муточку запиливает. Но муталисков, правда, мало в этом свитче пока что. Но 8 пробок уже погибло. То есть экономик и дэмэдж очень хороший. Очень хороший. Минус муталиски еще. И демага в лоб идет. Да, идет в лоб демага добивать, но без люры почему-то. Почему без люры? Вот сейчас только люру берет. Нужно побольше люры, демаги. 189, 121. Пятая база не раскачана. Как-то поаккуратнее будет. Спорок нету нигде в минеральной линии. Вот заходи, да, арками не хочу. На мэйне на второй есть. И как бы на дальних базах нету. Стрим вылетает. Не знаю, у меня вроде нормально даже про... Ну, не брос, ничего не пишет. Там не проседать, ничего нигде не пишет. Так, здесь два дестабилизатора. Демага муткой просто забирает на халяву. В это время врыв на третью проходит. Очень даже интересный. Муталисков Стрэндж пытается догнать. Третья база юнитов пытается догнать. Неплохой зал дестабилизатора. Пытается демага фокуснуть. Нету свой фокуснуть не получается. Стрэндж пришел и отбил. Но 90-172 по лимиту. Совсем что-то не тащибельное лимит, я смотрю. И демага, правда, 12 муталисков сейчас заказывают. Это опасно, потому что вот как-то мутки... Если ты играешь чисто разменную мутку такую, то нужно его больше значительно делать. Так, здесь врыв идет от Стрэнджа. Так, не дестабилизатора, это иллюзии были адептов. Здесь что-то Роуч Гидральд забрели. Минус. Забегание демага делает лингами на третью базу. Интересное сейчас. И одновременно муткой врывается на мейн, между прочим. Кстати, здесь уже экономики на мейне на второй нет. То есть только продакшн здесь можно сбить. То бишь пилона надо демаги убивать. Стрэндж понимает, что нужно что-то предпринять. Но предпринять ему уже, собственно говоря, нечего. Демага прилетает. Нексус сейчас сбреет. Пилон и сбреет. Стрэндж пытается идти вперед. Ну, кстати, лимит-то боевой 82-100. Но рабочих нет вообще. И в лоб просто на оклике не ломится. Нет архонов, жира каких-нибудь, зелков. Сейчас же можно только стрелять. Постепенно выдавливать демагу. А это реально и вообще работало только при наличии хоть какой-то экономики. Потому что без экономики. Ну, пока ты постепенно выдавливаешь, он заново накапливается. А у тебя здания падают. То есть там эндлиминейт просто будет и все. В лоб. Дыхаю его игру. Продолжаем. Пользователь ManSick активировал премиум на ваш канал. Спасибо, ManSick. Ну что, Димага 2-1, ребятки, это прямо... Ну не то, чтобы это... Не, ну это для... Я не буду говорить. Здесь это уже как-то, ну не унизительно, но слишком уж, чтобы это была сенсация, и чтобы Димага прям не мог выиграть Стрэнджа. Но Стрэндж сейчас в топ-3 СНГ, это стопроцентный расклад, как бы, потому что есть Блай Хэппи, а есть Стрэндж, как бы, который... Да, как он там... Есть Процессы, которые тоже хорошо играют, Вердос, Толсингер, там, еще какие-то у нас. Но Стрэндж показывает результат, выигрывает турниры. Вот Чарагов у СК взял, например. Так что это... Если Дима здесь победит, будет хорошо. Может, мотивация будет. Хотя не дико сильная мотивация, конечно, в матче за третье место выиграешь на турнире онлайнерском просто, ну там, с призовым чуть больше 100 долларов при данных курсах. Вот, учитывая послужной список Димаги и его результаты, все достижения, как бы, но тут уже желание, как бы, врываться, не врываться, будет решать Димаги. Если есть желание врываться, то почему бы и нет. Димаги, Димаги, Гейт Нексус Кибернетка была от Стрэнджи Билд, надежный, я бы сказал. Димага же, Три Хаты, Пул Газ, точнее даже Газ Пул, так что Уртару. Продолжение следует... Ну что, ребятки, твой лайтик вошел. Топ-3 это не значит, что третий, первый или второй. Когда говорят топ-3, это значит, что входит в тройку лидеров, как бы, и все, больше ничего не знаете, собственно говоря. Поэтому каждый может выставить кого угодно на какое хочет место, но мне кажется, что объективно и большинство людей с этим согласятся, что тут-3 на данный момент в СНГ это хэппи гла и стрэндж. Конечно, можно поспорить, конечно, но по результатам это 100% так. А результаты уровень должны подтверждать всегда, потому что можно, конечно, всех выигрывать и на ладере быть на первом месте, но не выигрывать ни одного турнира. Хотя это уже, конечно, тоже фантастика какая-то, да? То есть, если ты топ-1 ладера, то по-любому, значит, умеешь играть, если не используешь сторонних программ, так сказать, всяких. Роуч Ворен, эволюшные демаги. Интересный грейд у него делается. Зачем ему этот грейд? Зачем же тебе, Дима, этот грейд? Уж не хочешь ли ты где-то здесь вот откопаться? Как сегодняшняя пролига, записи есть. Можете смотреть, как мне пролига сегодняшняя. В первой игре просто нужно было быть алайвом, чтобы проиграть, что привело просто к провалу команды. его. Ну что, мы... Так, закоп скоро будет готов. Самое интересное, что, ну, впрочем, надземный делается. Может, тогда вот... А-а-а... Вот оно что. Вот оно что. Димага решил применить быстро билл. Быстрый билл сейчас. И действительно получается, у нас быстрый билл. Устрейджа что? Устрейджа пуш спил... Так, устрейджа пуш. Заболинком с 7 гейтов, насколько я вижу, да, с 7 гейтов у Стрэнджа, заходит уже на мейн, принимает бой, и вот этот билд Стрэнджа, демагин чист, контрит вообще в хлам, почему-то, потому что сталкеры очень эффективны против роуча, у демаги ключевые гряды не успевают доделываться, экономику он сейчас начнет терять, и это будет полным провалом. Демага какую-то скобочку пишет сейчас, Стрэндж очень часто на этой карте отыгрывал, что-то такое, гг в итоге, прошу прощения, пока я смотрел в чатик вообще, отвлекался, уже Стрэндж сравнивает счет, он становится 2-2, но демага хотел, поспешил немножко, хотел побыстрее накрыть. Ну что, ждем пятую карту? Ну что, ребят, не успели на Стрэндж демага ставочки запилить, но на кибытики есть ставка номината против Спелсингера сейчас на финал данного турнира. Вот, я поздно отписал, блин, в итоге ни хрена не успели пильнуть на вот этот матч. Жаль, но у кого есть желание, можете запилить на финал, например. ХЗ, я не знаю, кто здесь победит, у меня нету только ЦМки. Ничего здесь, поэтому не будем ничего делать. Ну а кому интересно, проставляйте. 2-2, Стрэндж против демаги. Неожиданно прям напряженный финал. Центральный протокол у нас, карта. 4-3, К 12-9, Two-6, 1-1, дороже. 5-1, Стрэндж, К 12, Стрэндж, К 13, К 14, Стрэндж, К 49, К 14, Штэндж, К 43, К 14, Стрэндж, К 42. Привет, Паш! Ну что, хоть и кросс-риспы У нас Стрэндж успел найти, между прочим, Димагу и успевает впилить сюда пилон ещё. Что будет делать Димага в ответку на эту недружественную акцию? Димага увел дрона на мэн. Димага пул первая играл в любом случае, поэтому сможет принимать. У Стрэнджа тоже через гейт кибернетку билд. . . . . Продолжение следует... Ну что, гейт отменяется... Стрэндж новый гейт заказывает, Димагов всё-таки убил пилон, и Стрэндж второй гейт заказал, в итоге ещё хату оттягивает Димага, и посмотрите, насколько поздно она в итоге будет, это же жесть какая-то. Королева выходит, были бы позиции вот, например, такие, можно было бы там пропушить, я не знаю. Так, Арак устроится, плюс два гейта у Стрэнджа, то есть он... Он против агрессии Зерга, поэтому он именно надёжно сыграет. Димага третью хату заказывает сейчас. У Димаги есть... Ага, у Димаги есть интересное очень здание такое. Есть мув лингом, но лингов... А где эти 11 лингов? А вот они бегают, эти 11 лингов, но маза... Ти не мазеркор, а овер-овер где-то вдалеке вообще летал непонятно где. Не успевают просто прилететь на майнд. Ну и Стрэндж, кстати, адептом стоит. Стрэндж палит, что к нему передропчик идёт, но нужно наварпить успеть юнитов, иначе тоже будет не артильный приёмчик. Приёмчик. Пошли, да? Пошли, адепты. Оракул вылетает, Оракул вперёд летит. Здесь один Оракул прилетел. Всего одного дрона Стрэндж успел убить. Больше не получилось. 10 лингов принимает Стрэндж, но Димага врывается на вторую базу. Здесь 10 лингов в этом врыве есть. И это минус Нексус будет. Уже не успеет Димага его защитить, к сожалению. Фу, Димага Стрэндж не успеет защитить. Так, приходится эскейп жать. 300 возвращается. 100 минералов отнимается, но самое главное не эти 100 минералов потерянные. Самое главное то, что долгое время Стрэндж не сможет начать добычу на новых минералах и не сможет начать строить по 2 пробки. Ну, он и по одной-то с мейна не строит сейчас. Нифига. 21-30, парабам. Ну что, прилетает Стрэндж, Оракулы Адепты. Вроде как неплохо начал атаковать, но потом, мягко говоря, не очень продолжилось все это. Королевы моментально зафукусили двух Оракулов из трех. Пытается Димага фукуснуть еще одного Оракула. Не так это просто сделать. И, кстати говоря, у Стрэнджа боевого лимита-то нормальное количество. Здесь линги зашли. Адепты этих лингов не могут убить пока. Телепорт на вторую базу пошел. Нужно принимать адептов сейчас. Такс. И нажал. Ой-ой-ой, Стрэндж ошибается. Вместо того, чтобы телепортнуться сюда, он никуда не телепортируется. Адептов Димага сгрызает. Адепты падают все. Поле имит 55-37. Ситуация парабам. 32-25. И у Димаги трехаты на два Нексуса Стрэнджа. У него второй Нексус еще не готов. Что самое интересное. И адепты были без грейда на атаку. На скорость атаки. Поэтому особо-то ничего здесь и не сделали. Линги забегают от Димаги. Лингов очень много. Стрэнджа прибегает. Пилонов нифига нет. Мазеркор. Не понять, где сейчас находится. Пилды пошли с Н3 и блочат своих здесь. Мазеркор прилетает. Уверчаж выставлен. 1-2. Димага прорывается на мейн. Варп своевременный от Стрэнджа. Великолепный сейчас был варп на блок. Хорошая реакция. Хорошо гейты были не на КДшечке сейчас. А то бы вообще не смог бы Стрэндж до варпить. Димага отдает в итоге своих лингов. Отпустите на экономику. 53-29. Это без шансов практически. 71-50. Лимита сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Ну что, Оракул тут летает, я смотрю. Ну что, 3 дрона минус. Оракулом. Адептики выходят от Стрэнджа вперёд. Скорость атаки адептам присутствует. Ещё адептов некоторое количество берёт с собой Стрэнджа. В общей сложности 16 штук. Это реально много. Плюс СН3 сюда приходит ещё. То есть Оракулы с Гвардиан Шилдом будут. Ну, можно проатаковать, что называть. Что есть у демаги? У демаги 7 лингов, 15 гидралов. И как он собирается этих адептов принимать, я не понимаю. Тут количество-то гигантское. Демага принимает Стрэнджа. Уж не удаётся. Кажется, это 3-2 демага. Неожиданный результат просто. Ну, Стрэндж на расслабоне после победы во вчерашнем финале просто находится. Наверное, я не знаю. Плюс Дима молодец. Очень чётко отыграл. Берёт третье место. Стрэндж берёт четвёртое. Но в этом турнире хотя бы за четвёртое место есть призы. Вот. Стрэндж берёт четвёртое. Стрэндж берёт четвёртое. Так, ребят. Да, у ЗРГ вроде есть задержка. Ну что, финал начинается. И, между прочим, это обо 7. Минато против Спеллсингера. Как минимум 4 игры мы крутых увидим. Демаги против Стрэндж понадобились все игры. Демаги против Стрэндж берёт четвёртое. Стрэндж берёт четвёртое. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Over-minus DimaTorzok Нексус у нас заказан Все-таки третий Менат Рядом здесь бегает Ну кстати слишком большого преимущества Менат не получает от отмены or... Точнее от приема Ling в тот раз По экономике близко, хотя вот сейчас новым дозаказом рабочих вперёд вышел серьёзно действительно. Посмотрим, какие-то плоды принесут в плане армии и в плане результата в этой игре, потому что пока это ничего не значит, ситуация близка. До сих пор сейчас третий нитсу Супроца будет готов, у него экономика естественно улучшится тоже. Здесь стазисные ловушки ставит Спилсингер. Два роба строятся на третьей базе, но чтобы эти роба сработали, должно построиться из них хотя бы четыре иммортала, я не знаю. Здесь Феникс или это Харасит, Королева Мината, Кривоуэлл, Феникс её подрезает тоже. Но уже Гидрой 10, что-то заказано. Вылетает Овер, он Спилсингер предпочитает с газа дрончика ещё срезать и правильно делает. Минат чуть-чуть тупит, случайно всех рабочих чуть газ не направил. 17 гидролисков я наблюдаю в заказе сейчас. Плюс линги, кстати, вот двойной робос с имморталами против Гидрой, оно прям сильно не поможет. Буду ли катать лазер в ближайшем будущем? Может быть и буду, точно и сегодня. У меня ещё что-то голова болит. Не знаю. Поехали. 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 Здесь у нас всё новое и новое ставится. Смотрите сколько. Четыре штуки здесь есть. Это может очень сильно зарешать сейчас. Срабатывает одна ловушка. Заходит Минат наверх. Ещё одна срабатывает сейчас. Уверчаж на пилон раз. Второй пилон более без уверчажа. Ещё одна ловушка сработала, но четвёртая сзади... Она вообще здесь особо не поможет. Ну что, пока Спилсингер более-менее бился. Здесь Феникс у нас. летать. Так, Феникс надо подрезать. Спелсингер. Ну, и скей бы хоть нажал, отвел бы его, не знаю. Расфризились линги, зашли дальше на ловушку, и, как вы видите, прям сильно эти ловушки не сработали. Надо, наверное, по периметру было ставить побольше ловушек, чем вот так вот разнобой в одну линию. Может быть, та что-то получилась, потому что, если ты бьешься впереди ловушек, смысл в нее какой? 124,90 по лимиту. И, кажется, Минато здесь продавливает Спелсингера прям в лоб. У меня такое ощущение складывается. Да, так и есть 1,0. Не помогли ловушки, ни хрена не помогло. Прошу прощения. Что-то взрываю. Ждем анвайт, ждем вторую карту. Аминь. Продолжение следует... 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 Так... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так... Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ждём чат пока поднимется Не знаю, сколько на это время потребуется, ребят Ну что, через гейл? Субтитры сделал DimaTorzok Пробкой спалил, что здесь идёт врыв жесточайшей лингами Газ не спалил, но Минато добавил газ То есть он сейчас начнёт его собирать понемножечку Сегодня, видимо, на ГГ какие-то косячки есть, не знаю Поэтому такая хрень не происходит Неплохо зелки здесь бьются Пробкой надо выпустить Зелка, да, пробку отвёл Хорош спелсингер зелка заменил Пробку на зелка Хорошо законтролил Пока замечательно спелсингер контролит И Мазеркор прилетает Выдержал прессинг Замечательно, но у Минато золото-то есть Так, ну 13 дронов на 23 пробки Единственное Но золото начинает раньше добываться Господи, насколько И нужно раскачивать его сейчас Ещё Только почему-то 6 здесь дронов А один здесь Это тоже косяк Безусловно Спелсингер 14.24 пробам Добыча у Минато поменьше Но близка к спелсингерской сейчас Потому что он с мейна с голубых минералов добывает А Минато золото вовсю Здесь линги оббегают К спелсингеру собирается Минато, насколько я вижу, забежать Эволюшн заказан Поздно эволюшн, кстати, заказан Очень даже и дропа пока не будет Здесь у нас рампа, между прочим, ничем абсолютно не прикрыта Это косяк очень большой Считаю, вот Спелсингеры сейчас Делает телепорт домой Сейчас вот на халяву линги могут прибежать И это минус протс будет Нужно всегда на рампе-то что-то держать Трансформация овера пошла в овера, который может дропать И Минато выдвигается лингами вперед Сейчас лингов реально много уже Сейчас лифт будет организован на мейн, естественно Спелсингер не готов к этому врыву Линги подбегают, видят иллюзию адепта Передропчик на мейн пошел Здесь есть пилоны, здесь есть мазеркор Здесь нихрена не сделать Может надо было побольше дропнуть, сейчас подождать Забегает Минато Спелсингер отгоняет мазеркором Все Сейчас уверчажем И пошло интересное здание Это Даркшайн сейчас оказан Так, ну что, дропчик на хайграунд Забегает сейчас Минато С лингами Верчаж выставлен, нужно выбежать из рейнджа оверчажа Вне рейнджа оверчажа сгрызается адепт И сейчас можно всеми накинуться с двух сторон На базу, на вторую Причем Минато мог больше лингов сюда провести Гейт нужно прогрызать Гейт он прогрызает И уже через вторую заходит сюда Точка сбора Точка сбора-то сюда стоит Но посмотрите, как до заказа нету сейчас у Минато Двадцать лингов только сейчас будут врываться И это может быть мягко говоря поздновато Но мюниты падают сейчас у Спеллсингера Сталкеры убиваются Адепты убиваются Здесь пробки будут сейчас под ударом Нужно пробок уводить Пробок не успевает завести Так, заказал пилон, отменил Че ж отменил-то, Спеллсингер-то, пилон-то, ё-моё ДГ, 2-1 Нормально, заказал пилон Но верчаши отстать, отбивая этих лингов И биться ещё можно Рабочих больше, всё больше Но вот эта отмена пилона Привела к провалу Потеря Потеря всего Штухост, ребят Хоста нету Вот хост Так, что-то я... А, что-то не туда Всё, больше партий не будет Я думаю, что-то я не могу сам зайти А у него партия сделана просто И не могу запрыгнуть Димага там был, который уже оффлайн Harvard Но оффлайн Кoaточка Дисклаз Марс Раз Продолжение следует... Так, ребят, четвёртая игра. Чудом каким Томинатов предыдущий продавил, непонятно. В этот раз и не играет пул. Первый играет 17-ю хату, газ-пул. Мух будет всё равно ранее, на этой карте можно и поотгрызть. Но спулсингеры играют с двух гейтов, вообще с мейна, с застройки. Спасибо. Продолжение следует... Ну что, тут дрончиков несколько, надо перевел на вторую. Сколько лингов-то? Две штучки всего построили. Два разведывательных линга бежит вниз, поймет сейчас, что кросс-риспы. Здесь у нас два адепта выходят вперед. Два адепта еще строятся. Ага, и твой лайки. Это билд как Стрэндж придумал, как Вердос тоже использует. Интересный очень билд такой. Посмотрим, как сработает. Бранкенберг. Да, я вижу, что чатик так и лежит. Вот. Прекрасно в канфу отписано. Это не только у меня, у всех чатик упал. Пытаются решить, не знаю, что за хрень включилась. Ну, на Твиче, на СК-ВА-ТВ работают. Адепты идут вперед. Здесь четыре адепта уже гейт пошел. Это четыре гейт, собственно говоря, пуш от Спеллсингера. Сейчас откроются у нас уже кибернет. Переставлять нужно густ варпа, естественно, на Твайлайт сразу, что Спеллсингер успешно делает. Нет, он ни хрена не делает. Почему буст-то не переставлен? Твайлайт нужно срочно бустить. Адепты врываются. У Мината не заказано. Лингов, между прочим, больше. Лингов возвращают домой. Три плюс адепта варпятся еще сейчас. Бустится все-таки скорость атака. Еще восемь лингов заказано. Но проблема в том, что без Роуч Ворона, без Бэйлинг Неста адепты сейчас будут прирастать хорошими темпами. Еще сейчас три пошло. И 13 адептов врыв. Вот это уже сильный врыв сейчас будет от Спеллсингера. Он подходит ближе, чтобы иллюзии дальше прошли. И, конечно, они просто-напросто сейчас пролетят на мейн легко. Причем королева здесь будет вне крипа на муве ходить. Так, и Спеллсингер просто отменяет и заходит на второй. Позицию занимает. За эволюшеном становится. Пытается эволюшен развалить. Линги налетают. И что они сюда налетели? Мината криво здесь дерется. Конечно, здесь отдача лингов самая настоящая идет. Причем при этом линги, отдавшись, дают возможность адептам пройти на мейн. Так, как королевы, но они просто не могут здесь зайти. И Спеллсингер сейчас пул убивает еще. Ну зачем телепортируется к второй? Не понимаю. Зачем? Короче, расшатал сейчас спеллсингерами нато. Судя по всему, 2-2 грейды будут. Врывается уже на пофиг на всех королев, адептов пятнаха где-то. Потери, вы видите, гг, ищет мината. Ну, получился врыв, зашатал. Зашатал сейчас. Здорово, Спиритулок. Чата нет. Поднимется, наверное, чат скоро. Не знаю. Ну, что-то пока не поднимается, ребят. Так что, у кого есть возможность, сидите в других чатах. Пользуйтесь коборовскими двойными. Ну, там только с СК2ТВ, правда, с Твича можно сидеть. Ну, твич в данный момент рублен, и с К2ТВ работают, так что все ок. Пользуйтесь коборовскими двойными. Продолжение следует... Ну, что, ребятки, 2-2. Плотно идут игроки, так я смотрю по этой встрече. Простого финала никому не получается. Ни для кого не получается. 17-я хата у мината еще здесь гейт. Ну, карта Лили Лака, и очень часто здесь играют билдом, как в предыдущей игре Сплсингер отыграл. Посмотрим, что он в этот раз будет делать. Так. 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 Пошла кибернаточка, смотрю. Так. Сетку неудобно мне кидать пока. Я сейчас кинул вам сетку. Сетку неудобно мне. Там сетка. Нейтсус почти готов у сполснигера. Хата у меня вторая готова. Мух делается, королевы делаются. На этой карте очень эффективно выровываю чилингами. В стиле, например, сортов. Здесь Талкер рядом с Овером бегает. Но Овера не достать. Он висит спокойно. У меня отставит третью хату. Не центральную, а здесь на третьей. Но здесь зато дропами ее просто будет задропить сполснигеру. Но через камни, через узкий проход все равно неудобно заходить. Плюс криптумеров можно наставить. И отсюда очень быстро просто аккроцу будет доходить. Вообще моментально практически. Ну что, хороший вот этот пилончик. Гейт сюда, гейт сюда и еще один пилон и всю застроечку будет готово. Ну что, Овер минус на Мэне. Разведывал Минато. Что увидел он? Да ничего. На Мэне ничего, собственно говоря, и нет. А вот на второй базе уже открыты три гейта. Плюс четверть действий. Четыре гейта есть. У сполснигера сейчас несколько адептов. И именно четыре штуки выходят к третьей базе. Он Нексус собирается запиливать. Чем Минато спалил этот Нексус и сразу Овера увел. А вот сполсингера Овера, судя по всему, даже и не видел. Твайлайтов нет, Рова пока нет. У Старгита тоже нет. Кстати, это очень странным моментом, мне кажется, если честно. Минато делает, это будет реводжера, Роучи, Линги, Пуш. Но нужно сначала принять адептов, безусловно будет. Адепты заходят, один Роуч тут бегает, будет телепортироваться. Нет, сполсингер не телепортируется, а адептами своими правильно делает. Минато двигается вперед сейчас. Нужно морфить. Реводжеры сейчас поболее. Криптумеры есть, ближе уже сейчас еще криптумеры будут. Реводжеры новенькие пошли. Три Овера сейчас строятся. Адептам телепорт меняется. Реводжеры подходят ближе, еще Линги подходят. Врыв на третий Нексус идет, вне пилона, в котором на второй базе, кстати, находится. И сполсингер даже камни не контролирует, что самое интересное на третьей базе. А вот это уже фейл. Камни, ну, очень быстро падают. Нексус-то готов, но потерять Нексус сейчас совсем не нужно. Просто для Зерга будет косяк. Почти пробитый камни уже. Нужно врываться сейчас. Минато врывается. Часть лингов сзади заводят на адептов, на сталкеров. Окружает все к чертям. Фиарбола хорошие, пошли выйти отсюда не как просто разбомбило. Посмотрите, как бомбами с неба вообще. ГГ, эпичный сполсингер. Хороший врыв от Минато. Блин, какие дискомпромиссные прям игры, ребят. Это агрессивный стиль. Это очень агрессивный стиль. Это 3-2. Кстати говоря, хочу вам в очередной раз напомнить, что вы можете поддержать данный турнир на Гудгейме. В турнирах он второй сверху, сейчас Starline лига. 10 тысяч рублей на данный момент призовой фонд. Вот, чатик упал, к сожалению. Ничего не поделаешь. Но в любом случае, как бы призовой неплохой достаточно-таки для турнира. Вот так, чатик, кажется, поднялся или нет? Ну-ка, что у нас происходит? Не, ни хрена, что-то он не поднялся. На секунду написал, что соединение не восстановлено, но нет. Ни хрена, оно не восстановлено. Продолжается битва. Кстати, у меня здесь, прошу прощения, что-то у меня левый текст какой-то. Вот, и не только турниры. Вы можете и меня, мой канал, поддерживать, естественно. Ну, турниры важно такие поддерживать тоже, несомненно. Это потому, что чем больше поддержки, тем больше у людей будет желания делать еще. А это не по моей даже инициативе. И ни Паша Смайла, никого не из нас. Организован турнир. Это Ализард Изард. Организовали, за что им огромное спасибо. Так, не туда я циферки ставлю. Будем надеяться, еще не будет что-то такое делать. Ну, а счет 3-2 в пользу Минато сейчас. Пул первый от Минато. Карта Ульвена. Парабам, Проц уже впереди. Проц, Гейт, Кибертак. А, что здесь синий полоспо... А, споулслингер ждет дрона. А что он ждет-то? Уже надо заходить, смотреть, что происходит. Гейт почти готов. Более чем наполовину. Он что-то ждет стоит. 6 лингов заказано. Сейчас пилончик будет. Да, что пилончик заходит наверх споулслингера. Готов он лингов-то будет встретить. Заходит. Уль не спалил, но лингов спалил. Ну что, готов Гейт, Дилка заказывать. Конечно, придется сейчас споулслингеру. Нужно копить 150, заказывать кибернетку. Кибернетку можно грызть, кстати, начать. Ну и вторую на третьей базе Минато сейчас ставят. Вполне нормальная раскладка для него. Пробка уходит. И он не стал сейчас споулслингер здесь заказывать. Ну, минус пробка одна. Можно было бы ее куда-то отвезти. Вбок просто, чтобы она каталась, пока здесь проход закрыт. А потом как открылся, сюда ворваться. Зилком отгоняет споулслингер здесь хорошо. Так, пробочка там поехала. Куда она поехала-то? Минато попытался попуснуть ее. Споулслингер лишний раз переаграл юнитов на пробку. Гейт пытается грызть Минато, но лингов будет недостаточно для того, чтобы грызть Гейт, насколько я понимаю. Зилок выходит. Такой пилон не хочет отменять споулслингера, потому что иначе... Надо отменять. Отменяется пилон. Ну, а что тут? Толку-то, что отменил пробка помогает Зилкуну. Зилка линги подгрызает. Неприятное такое начало для споулслингера, ребят. Вынужден будет выводить пробок сейчас. Но если бы Минато сейчас массил лингов, это могло бы быть ГГ. Но, с другой стороны, если бы он массил лингов и вылетел в Мазеркора, он бы вылетел. Тогда бы это ГГ практически сразу Минато было бы. В итоге он лингов оставляет на Мэнни, а вот это уже ошибка. Это минус линги будут. Ну, и приятное начало для Минато превращается... Не совсем приятное начало для Минато, но это еще более-менее. Хатта-то у него готова. Но, посмотрите, вторая база на третьей, она далековато находится от мейна. К рипам это все не соединено. То бишь королевы ничем помочь этим двум несвязанным базам не могут. Они будут по одной штуке на каждой тусоваться. Только линги смогут адекватно все угрозы наземные отбивать. Ну, можно шатать, например, с воздуха арапу, что Минато и собирается делать. Фу, спелсингер собирается делать. Минато нужно это понять или спалить как-то, я не знаю. Или по таймингу. Ну, собственно говоря, понять это и значит, что по таймингу просто спорки заказывать, даже если ты не видел Старгейт. Так, дроны переводятся на вторую туда-вдаль. Здесь адепт не врывается. Адепт ушел домой сейчас. Здесь овер залетает. Гейт, никс, начнем добывать сейчас. 26-26 парабан. Третью хату на второй мин отставят. И рауч ворон пошел. Чатик так и не поднимается. Что-то чатик умер наглухо сегодня и сейчас. Не знаю почему. Не знаю почему. Пять дронов уничтожено сейчас. Только что было. С пелсингером. В итоге по дронам ситуация практически равная. Минато заказывает спорочку. На второй нужно раскачивать. На Мэне, кстати, тут можно как минимум одного. Он тут катается вперед перевести. А то и парочку. Парочку переводит Минато в итоге. 15 остается здесь. 4 сейчас будет набываться на второй по порядку номеру. Это третья база заказа именно. И начинает заранее камни в центре. Минато прогрызать. Хочет ворваться куда-то, что ли. Ну что, минус оверец. Грелочкой полетел. Спулсингер что-то тут контролить, летать. Нет ли еще оверов. Ну один овер за второй базой висит. Видит Минато минералы. Газ не видит заказанный. Не знаю, проверит ли спулсингер там. Может проверит, может нет. Грелка и Морклы пошли. Третий некст пока не заказан. Здесь лэер делается у Минато. Хорошо спулсингер Минато сейчас. Вот, заработал чат, смотрите-ка. Фаерболом кинул на адепта. Ну, нужно было отбегать лингами чуть раньше, чтобы этот фаербол попал. Но линги и так его сгрызли без фаербола. Просто уже по факту на пустое место упал фаербольчик. Кстати, неплохо Минато научился этой штукой пользоваться. В предыдущей игре пуш очень грамотно лингами. Вы видели, наверное, кто-то видел, кто-то, может, не видел. Кто был невнимательный, только пришел. Очень грамотно окружил и зафаерболил юнитов. Первый раз я от снута это начал. Ну, хотя, может быть, не от снута, может, где-то от корейцев видел. Ну, осознанно прямо это очень много стал снут применять. Именно лингами окружать армию оппонентами, фаерболами кидать. Потому что, в чем суть этого? Что линги не дают выйти как бы от фаерболов, расплетятся, и они там заходят гигантски для мыши на себя просто. Фатонка, гейты, спулсингера. Такое интересное. Спулсингер фатоночками пользуется. Пользуется он мне нравится, что статистными ловушками, вравне всегда, они у него работают. Но нужен опыт, как бы, когда поймешь грамотно, как их ставить, как бы, тогда они и начнут работать. Потому что каст-то неплохой, очень заблочить, может, очень большой лимит армии боевой. Продолжение следует... Ну что, гидралов 12 штук у меня, а то роучи. У реводжеров 3 штуки. Роучи десяточка, линги здесь тоже есть. Ну, лингов тут минимум 8 штук. Ну и копится этот разношерстный микс тир 2 юнитов. Так, пушил сортов буквально недавно. Кого-то там, не помню у кого, у него хорошо получалось. А, софтов недавно вердосу он пушил, помню. Еще кого-то на гоуфу ОСК. Стрэндж пробрил его тоже, софтов. Так, статистная ловушка неплохо сейчас сработала, но что, чтобы убить не получилось. Реводжеров больше спелсминат сейчас добавляют. В спултсингере есть архоны. У спултсингера есть, кстати, чаша спултсингера. Да, чаш у него есть. Фаерболы падают, стэн 3 еле живут. Архоны помогут. Ой-ой-ой, какой дэмэдж архона наносит? Грелочка еле-еле отходит. Фаерболы еще нужно доставать сейчас. Чуть не кастуют фаерболы. Минат до сих пор вот фаерболы попадают по имморту, по грелке. Лимита много, 93 на 145. Кажется, спултсингера давит сейчас Мината. Очень сильно он давит и похоже, что... Ой-ой, неплохая статистная ловушка сейчас. Иммортлов отвезти не успевает. Очень большая ошибка. Пробки сливаются. Линги дотекают. Делки вышли вовремя. Еще по Иммортлу падает один фаербол. Иммортл минус в итоге. Здесь Иммортл теряет поля. Сейчас эти юниты распризятся. Двукратное преимущество по лимиту. 4-2 в пользу Мината. Спултсингеру, к сожалению, выиграть не получается. Но за последнее время, наверное, такой лучший результат от спултсингера. Не припоминаю, чтобы он на турнирах занимал уже какие-то где-то места. Но из последних турниров, из турниров последнего времени, это, наверное, лучший результат. И надеюсь, что спултсингер, мы родной игрок, очень надеюсь, что мотивация ему даст. Будет он почаще играть и наши турниры, и буржуйские всякие. И квалификации, и все-все-все. Так, ну а что, я-то с вами буду прощаться. Не планировал я сегодня долго стримить, да и не буду стримить, собственно. Так, Corsar Cup, сейчас посмотрю, что тут. Corsar Cup. Ну, Corsar Cup, там он быстро идет, нахрен. Или стримить эти Corsar Cup. Вот. Короче, всем спасибо за внимание. Жаль, поддержки Турику сегодня не было, этому. Вот. Ну, турнир закончен. Увидимся завтра. Завтра Дженейр Гринвингс против команды КТ. Пролига в 12.00. Матч за третье, за попадание в финал уже фактически матч будет. Финал будет в субботу. Против Искателеком победитель. Ну, и еще завтра будет шоу-матч Вердос против Спултсингера. Как раз таки завтра будет. Приходите, поддерживайте шоу-матч. Ну, а там посмотрим. Днем мне там с холодильником надо заморачиваться. Короче, много всяких заморочек. Вот. Поэтому подряд стрим будет, скорее всего, не впилить. А, возможно, мне после вообще надо будет. Короче, посмотрим, ребят, что там да как. Всем спасибо за внимание. До завтра. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...